Привет всем подписчикам и гостям моего канала! Сегодня поговорим с вами о очередном бюджетном телефоне HOMETOM HT7. Фирма HOMETOM это дочерняя фирма DOOGEE, но которая занимается исключительно бюджетными телефонами. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, задняя крышка. Она пластиковая, но она рифленая, с таким интересным рисунком, квадратиками. Если я не ошибаюсь, то этот дизайн позаимствован у одной из моделей фирмы LG. Но, честно говоря, я точно не узнавал, не проверял, так что это только догадки. Если нет, то поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Итак, на задней панели у нас расположена камера на 5 Мп с интерполяцией до 8, вспышка. На левой грани у нас качелька громкости и кнопка включения. На правой грани нету ничего. На верхней грани у нас расположен только разъем для наушников, а внизу разъем для зарядки, микрофон и один динамик настоящий и один динамик муляж для симметрии, для красоты. На передней панели тоже, в принципе, все стандартно. Три кнопки, динамик, передняя камера на 2 Мп и различные датчики. Ну что же, с дизайном разобрались. Перейдем к следующему пункту. Это экран. Включим телефон и видим, что экран у нас с разрешением 1280 на 720. Это HD разрешение и экран имеет диагональ 5,5 дюймов. Батарейка в телефоне съемная и заявлено, что она имеет емкость 3000 мАч. Ну, если это правда, то это действительно хороший результат. Ну, стоит, конечно же, учесть, что здесь 5,5 дюймов и этот экран будет, конечно же, больше батареи жрать. Так что, возможно, это не роскошь, а просто необходимость. Перейдем к настройке и посмотрим раздел о телефоне. Версия Android у нас здесь стоит 5.1. Это Lollipop. HT7 работает на 4-ядерном процессоре, 32-битном, MTK6580. Да, это уже старенький процессор, но это бюджетник. И для этого телефона это, в принципе, какой здесь процессор особого значения не имеет. Также в телефоне установлен 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт памяти для хранения ваших данных. И, конечно же, в телефоне есть слот для microSD карточки, который поддерживает карты до 64 гигабайт. В прошивке изначально уже установлены все возможные языки, то есть русский, украинский, английский есть, конечно же, так что с этим проблем никаких не должно у вас быть. Камера в телефоне, как я уже сказал, на 5 и на 2 мегапикселя, соответственно, задняя и передняя, и с интерполяцией до 8 и до 5 мегапикселей. Примеры фото и видео я размещу в конце этого ролика, так что вы сможете посмотреть, как снимает, как фотографирует телефон и уже для себя решить, покупать его или нет. А теперь давайте посмотрим с вами, как телефон справляется с одной из самых популярных игр на Android. Это Asphalt 8. Я уже предварительно скачал его, и сейчас мы посмотрим, комфортно ли будет играть в Asphalt 8 на Home Tome HT7. Качество изображения автоматически выставлено на среднее, так что, думаю, на высокое ставить нет смысла. Я думаю, телефон сам знает, с какими настройками он справится лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И напоследок хочу показать вам, какие результаты выдал на этом телефоне Antutu. Он выдал 24208 баллов. И по этому рейтингу этот телефон, конечно же, на самом последнем месте. Но все же этот телефон довольно-таки неплохо справился с Альсфальтом 8. И подводя итоги, как всегда, хочу вам рассказать о достоинствах и о недостатках этого телефона. Давайте начнем с недостатков. Первый недостаток это звук. Звук здесь плохой. Да, для меломанов телефон не подойдет явно. Песни нормально, вы на нем не послушаете. Какие-то звуки с игры, без проблем, это все не так уж и важно. А вот, если хотите послушать качественную музыку, то он вам не подходит. В принципе, опять-таки, если брать во внимание, что это ультрабюджетник, то звук это единственный минус. Еще к минусам можно отнести камеру. Для 2016 года камера даже для ультрабюджетника снимает плохо. В дневное освещение еще более-менее, а при искусственном освещении снимки вообще никудышные. Ну, а теперь давайте перейдем к плюсам. Первый плюс это его дизайн. Он немножко отличается от всех остальных бюджетников именно задней крышкой. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Следующий плюс это экран. Он IPS, он HD и он достаточно яркий. Третий плюс это батарея. Заявлено 3000 мА. И последний плюс, который я бы хотел сюда добавить, это его цена. Цена телефончика составляет всего 58 долларов. По крайней мере, я за эту цену его приобрел. Возможно, сейчас он даже подешевел немного. Ну, а на этом все. Как всегда, решать вам, покупать его или не покупать. Спасибо за внимание. Всем пока! Тест камеры смартфона HomeTome HT7. Спасибо за внимание. Продолжение следует...